Здравствуйте! На канале Деснатовой новости с вами Алина Сазонтова. 16 ноября отмечается Международный день терпимости. Проявляя терпимость, люди способствуют прекращению войн и разногласий. В этот день в Организации объединенных наций в партнерстве с YouTube пройдет показ короткометражных фильмов. Их авторы снимают видео на социальные темы и пытаются привлечь внимание к вопросам толерантности в обществе. Ну а что интересного произошло в нашем городе, узнаете прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. С помощью этой акции мы стараемся помочь людям не остаться хотя бы без одежды. Десногорцы помогают нуждающимся. Моя свобода кончается там, где начинается свобода другого человека. Старшеклассники выяснили, что такое свобода и ответственность. Баскетбол мне нравится, потому что там много двигаешься и бегаешь. Юные спортсмены показали свое владение баскетбольным мячом. Я пациентам вручил книги и у меня на душе стало радостно. Десногорск подхватил эстафету добрых дел. Вице-премьер Татьяна Голикова поддержала обращение Алексея Островского о необходимости строительства социальных объектов в Смоленске. Уровень софинансирования со стороны бюджета Смоленской области снижен с 13 до 3%. Это позволит сэкономить около 700 миллионов рублей, сократить сроки реализации проектов и ввести их в эксплуатацию в ближайшие годы. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации к строительству онкоцентра и корпуса детской больницы. Чтобы помогать людям, не обязательно быть врачом или заядлым альтруистом. Достаточно иметь доброе сердце и открытую душу. Как много таких людей в Десногорске, узнаете из нашего сюжета. С 1 по 11 ноября в Десногорске проходила акция «Я доброволец». Ее устраивает уже на протяжении 10 лет. Для участия в боготворительности не нужно было иметь несметные богатства. На протяжении нескольких лет десногорцы приносили все, чем хотели поделиться с другими – от одежды до книг. Приносили даже детские стульчики для кормления, развивающие коврики и большие игрушки. Сотрудники Центра культуры и молодежной политики признаются – в этом году люди еще активнее участвовали в сборе вещей. Принять на себя роль филантропа мог абсолютно любой. Приносят люди абсолютно разного возраста. Есть и пожилые, есть и молодые люди, есть и не особо даже обеспеченные. То есть люди просто хотят помочь, чтобы остальным детям было в чем ходить, и не только детям, но и взрослым. Собранные вещи будут переданы малоимущим, детям-сиротам и многодетным семьям. Также тем, кто потерял работу или находится в тяжелом семейном положении. А все, что осталось, отправят в храм для дальнейшей передачи нуждающимся. Лена Нурматова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Основной финансовый документ области на 2019 год принят Смоленской областной думой в первом чтении. За концепцию бюджета, внесенного губернатором, проголосовало подавляющее большинство депутатов. По-прежнему областной бюджет остается социально ориентированным. Ни одно социальное обязательство в регионе не сокращено. Расходы ведутся по программно-целевому методу. Из 31 одной государственной программы на большинство из них финансирование увеличено. Всего на заседании думы было рассмотрено около 30 вопросов в повестке дня. Принято 14 областных законов. На базе второй школы действует дискуссионный клуб «Точка зрения». 15 ноября ребята провели открытое заседание клуба. Гости пригласили старшеклассников из других школ и экспертный совет. На диспуте побывала и наша съемочная группа. Обсуждение началось с выяснения, что такое молодежь. Школьникам показали видеоролик, который рассказывает о том, какой молодежь была раньше и какой стала сейчас. Изменились принципы, мышление, мода и даже манера речи. О навязывании стереотипов, давлении со стороны общества остались и в наше время. Школьники признали, что с приходом социальных сетей не только открылся доступ к большому объему информации. Появились и негативные моменты. Люди начали чаще оскорблять и унижать друг друга. Дело это теперь в виртуальном мире. В ходе обсуждения главной темы встречи выяснилось, что у ребят совершенно противоположные мнения на этот счет. Дискуссия могла перерасти в жаркий спор, который заведомо пресекли мудрые члены экспертного совета. И вот вы говорите о том, что меняются приоритеты, теряются жительные ценности. Но ведь на то они и ценности, что они должны оставаться вечно. Ведь человеческое общество, оно и живет законами добра, милоследия, любви к ближнему. И что бы ни происходило, в наших силах это все сберечь, сохранить. Своей точкой зрения поделились и школьники. Мне кажется, современная молодежь, она немного теряет моральные ценности, те, которые были у наших отцов, то есть у предыдущего поколения. Но это будет всегда, так как это актуальная тема отцов и детей, какие-то принципы, нормы стираются, появляется что-то новое. Это прогресс, он не стоит на месте. Большинство ребят согласны с тем, что совместное обсуждение проблем приводит к более обдуманным поступкам в дальнейшем. Я узнал, как нужно относиться к своей свободе, что лучше не делать, что такое ответственность, другое ее определение. Узнал мнение других людей, своих знакомых по этому поводу. Это помогает нам дальше развиваться, как-то взаимодействовать, что-то менять в себе. Такие встречи помогают молодым людям по-другому взглянуть на многие явления. Ребята учатся слушать и принимать чужую точку зрения. С 1 января 2019 года сбор и утилизация любого мусора станет полноценной коммунальной услугой, как свет, вода и газ. С нового года в платежных уведомлениях появится новая строка – вывоз твердых коммунальных отходов. Рассчитываться плата будет не по площади квартиры, как раньше, а по количеству жильцов. Изменятся также и сами тарифы. В среднем это от 2 до 3 рублей с квадратного метра жилья. С нового года отвечать за весь путь мусора – от контейнерной площадки до полигона – станет единый региональный оператор спецавтохозяйства. Эксперты в области ЖКХ считают, что новый принцип начисления платы за вывоз мусора более справедливый. А сейчас спортивные новости. 15 ноября во дворце молодежи состоялись соревнования по баскетболу среди учеников четырех школ города. Мальчишки и девчонки отчаянно боролись за звание лучшей команды. Кто в итоге оказался лидером, выясняла наша съемочная группа. Турнир под названием «Юниор баскет» проводится уже третий год среди детей 2007 года рождения и младше. Каждая игра разделена на 4 периода по 6 минут. Баскетбол – это прежде всего командная игра, и все ребята старались играть сообща. Финальная битва развернулась между учениками второй и третьей школ. В начале первого периода команда второй школы сразу начала выделяться. Юные баскетболисты больше играли на территории соперника и чаще попадали в кольцо. В ходе соревнований все участники продемонстрировали ловкость, быстроту и выносливость. По словам тренера Даниэля Кобедина, этот турнир – отличная возможность оценить уровень мастерства юных спортсменов. Игры проходят очень увлекательно, много детей, энергии, азарта. Подыскиваем. Кто-то после соревнований остается, записывается на секции. Те, кто занимаются уже в секциях, они, соответственно, могут свои, то, что они натренировали на тренировках, они могут проявить, показать в играх. Несмотря на огромные усилия всех спортсменов, победила команда второй школы. Вторыми стали ребята из третьей школы. На третьем месте – ученики первой школы. Все победители и призеры были награждены медалями, грамотами и кубками. Я очень сильно рада. Мы первый раз заняли первое место. Я занимаюсь баскетболом четыре года. У меня вся семья баскетболистов. Было тяжело поначалу, потом мы как-то разошлись и начали закидывать и закидывать. Баскетбол мне нравится, потому что там много двигаешься и бегаешь. Лучшими игроками признаны Дарья Дробкова, Данил Блохин, Максим Назаров и Андрей Мартынов. Они получили в подарок баскетбольные мячи. Завершился турнир общей фотографии на память. Очередную группу смоленских призывников провожают на службу в ряды Вооружённых сил России. Всего на осенней призывной кампании 2018 года в армию отправится 500 смолян. Первую группу призывников проводили на службу в середине октября, а завершится призыв этого года 20 декабря. Смолян расформируют по разным видам войск Вооружённых сил России. Часть солдат останутся в пределах региона. Это прежде всего касается женатых молодых людей с детьми. Муниципальный этап рождественских чтений продолжается. Ученики первой школы приняли участие в акции ярмарка добрых дел. Что полезного и хорошего ребята придумали для десногорцев, вы узнаете далее. Для оказания безвозмездной помощи ребята пришли в больницу. Они отправились в профпатологическое отделение, чтобы подарить пациентам книги. Дети принесли разные жанры литературы. Это детективы, приключения, русская классика, научная литература, фантастика и многое другое. Ребята уверены, что их доброе дело принесёт персоналу и пациентам только положительные эмоции, поможет отвлечься от жизненных проблем, связанных со здоровьем. Руководство медсанчасти поблагодарило ребят за чуткость к больным и проявленное милосердие. Люди лежат в больнице, им грустно, правильно. Они оторваны от дома, оторваны от семьи. И прочитать хорошую, добрую книгу – это способствует их выздоровлению. И они всегда будут помнить о вас, о том, что такие замечательные дети есть в нашем городе, и что они позаботились о наших пациентах. Сами пациенты были приятно удивлены таким подарком. Они замечательно провели эту акцию. Людям принесли частичку своего энтузиазма детского, которым мы будем теперь пользоваться, читать книги и получать от них удовольствие. Эта акция нашла отклик в душе каждого ребёнка. Мои эмоции – это радость в душе, то, что я помогла людям и сделала их счастливее. Я пациентам вручил книги, и у меня на душе стало радостно. Помимо проведённой акции в больнице, ребята приняли участие в доброй ярмарке. Они собрали зимние вещи, игрушки, констовары и передали людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ. В Смоленске стартовала акция «Дай лапу». В течение учебного года в акции примут участие волонтёрские отряды всех школ Смоленска. Юные добровольцы будут оказывать посильную помощь бездомным животным, собирать для них корм и медикаменты, распространять информацию, проводить конкурсы рисунков и фотографий. Так, приюту бездомных животных «Верность» уже было передано 500 килограмм корма. 18 ноября в России официально празднуют день рождения Деда Мороза. Этот день отмечается с 2005 года. Каков возраст зимнего волшебника, доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет. Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вочине, Великом Устюге, наступает зима и ударяют морозы. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами была Алина Сазонтова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин